Сегодня поговорим о гортензии. В преддверии весны все владельцы приусадебных участков, особенно те, кто любит сам создавать композиции, сам высаживает растения, задаются одним и тем же вопросом. Что же еще такого приобрести? Что красивого купить? Какие декоративные растения и кустарники высадить на своем участке, чтобы в будущем сезоне вид нашего загородного участка был еще более гармоничным и радовал наш глаз? Здравствуйте! Меня зовут Светлана, и вы на моем канале Соцвета Светлана. К этому времени интернет-магазины уже пестрят предложениями новых цветов, новых кустарников. Мы начинаем перелистывать, ищем, что же нам приобрести, и наш взгляд останавливается на таком красивом названии гортензия. Друзья, действительно достойный красивый кустарник, но прежде чем приобрести и высадить у себя на участке, мы должны ответить себе на три вопроса. Сможем ли мы обеспечить достойный уход этому кустарнику, для того, чтобы он радовал нас своим цветением? Итак, три условия, необходимые для правильного ухода, для цветения, для того, чтобы этот кустарник радовал вас в течение многих лет своей яркой красотой. Первое, самое важное, это обеспечить гортензии обильный постоянный полив. Это номер один в уходе за гортензией. Так как, друзья, все вы знаете, я думаю, если вы интересовались этим растением, что это растение очень любит влагу, очень любит пить, и в переводе гортензия – это сосуд с водой. Пункт второй – правильная почва при посадке и регулярное удобрение. И третье – это мульчирование, что тоже немаловажно. А теперь поговорим о всех этих пунктах более подробно. Итак, первое – полив. Если вы достаточно редко приезжаете на свой загородный участок, придется самим продумывать систему полива для гортензии. Хотя сразу оговорюсь, есть, правда, одна гортензия, древовидная, которая сможет мириться с непродолжительным отсутствием влаги. Вот именно около нее я сейчас и сижу. Эта гортензия у меня посажена при входе. Сорт ее называется «Анабель». Это действительно из всех гортензий, древовидных и метельчатых, самая непритязательная. Вот именно эта гортензия будет мириться с 10-12-дневным отсутствием полива. И особо с ней ничего не произойдет. Возьмите на заметку сорт «Анабель». Итак, друзья, повторюсь, все остальные гортензии, и в принципе все гортензии, любят тщательный полив. При постоянном и хорошем обильном поливе эта гортензия будет вас радовать шикарным цветением, огромными шапками соцветий и красивой зеленой листвой. Если полив будет не очень обильный и достаточно редкий, она тоже будет расти, но сам куст будет меньше в размерах и соцветия будут мельче. Итак, друзья, второе условие, необходимое для правильного роста и успешного цветения, это правильная почва при посадке. Если у вас грунт тяжелый, если у вас щелочная реакция грунта, вам, естественно, при посадке гортензии придется в яму добавлять верховой кислый торф. Все рекомендации по посадке и по кислотности почвы, которая должна быть в посадочной яме, указывают на вот этих вот ленточках, которые прикреплены к сортам гортензии. Там вы сможете почитать рекомендации производителей, рекомендации тех, кто выращивает эту гортензию, какая кислотность почвы необходима при посадке. И, естественно, необходимо будет вам удобрять вашу гортензию не менее четырех раз за сезон. Так как соцветия гортензии имеют большие, для того, чтобы они хорошо наполнились и красиво цвели, естественно, им нужно хорошее правильное питание. Регулярность во внесении удобрений под гортензию имеет большое значение, так как даже независимо от того, что в яму вы добавите необходимой кислотности почву, все равно со временем она смешается с вашей почвой. И, возможно, растение, если вы не будете его регулярно удобрять специальными удобрениями для гортензии, начнет страдать от хлороза. Что такое хлороз? Пожелтение листьев, которое показывает, что растению не хватает железа и магния. Поэтому рекомендую тщательно подойти к этому моменту и не забывать о регулярных подкормках. Дело в том, что я в свое время пропустила несколько подкормок, и чем это обернулось? Пожелтели в середине лета на моих гортензиях листочки. Я, конечно, быстро заметила это и сразу подкормила их по листу хелатом железа. И гортензии мои, слава богу, ожили, и все с ними благополучно закончилось. Поэтому пренебрегать подкормками ни в коем случае нельзя. Все растения в своем саду стараюсь подкармливать по листу. Мне это очень нравится, так как все питательные вещества и микроэлементы из подкормки достаточно быстро попадают в растения. То же самое я делаю с гортензией. Если я увидела, что гортензия начинает страдать, я начинаю подкармливать ее по листу. Если же вы захотите произвести подкормку гортензии под корень, то учитывайте, что перед подкормкой вечером предыдущего дня вам придется пролить куст гортензии под кисленной водой. Что для этого нужно сделать? Нужно столовую ложку уксуса, разбавить в 10 литрах воды, пролить куст гортензии и только на следующий день вам нужно будет необходимую подкормку пролить под куст. Для чего это делается? Дело в том, что если вы прольете сразу удобрение под куст, то микориза, которая расположена в корневой системе гортензии, не сможет донести все питательные элементы по стволу ко всем участкам вашего куста. Друзья, если вам нравится мое видео, пожалуйста, ставьте свои пальчики вверх, лайкайте меня, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Самые неприхотливые это гортензии, древовидные и метильчатые. Я рекомендую обращать в первую очередь на них ваше внимание, так как уход за ними не будет занимать много времени. Достаточно понять формулу ухода за гортензиями и вам это не будет составлять большого труда. Также необходимо будет продумать, для каких целей, в каких местах вы будете высаживать ваши гортензии. Это нужно для того, чтобы определиться, какой высоты гортензию вам приобрести. Если ваша гортензия будет расти на заднем плане цветника или около забора, вам стоит обратить внимание на сорта гортензии высокорослые. К ним относятся гортензия Кеушу, вырастает до 3 метров. Следующий сорт гортензии высокорослой это гортензия Фрейз Мельба с прекрасным ароматом, быстро растущая. И третья это гортензия Фантом. Великолепная, шикарная, с огромными соцветиями, высокий куст до 3 метров высотой. Если вы планируете высаживать вашу гортензию вдоль прогулочной дорожки, возможно около качели или около беседки, то вам стоит обратить внимание на среднерослые сорта. Для того, чтобы вы могли любоваться соцветиями, любоваться вашим кустом гортензии в течение всего сезона, чтобы он был на уровне вашего глаза. Стоит в этом случае обратить внимание на такие сорта гортензии Сильвер Доллар, метр-метр двадцать высотой, Мэджикал Кэндл, такая же высота. Эти кусты имеются в моем саду, я постараюсь ставить вам фотографии, посмотрите как они выглядят. И третий сорт, Диамантина, тоже имеется в моем саду. Друзья, если у вас небольшие цветники, небольшие площади, но вам все же захотелось приобрести себе гортензию, то существуют карликовые сорта. Вот несколько из них я могу вам и порекомендовать. Первый сорт это Коттон Крем, 60 сантиметров высота максимальная, прекрасный кустарник, красиво цветет. Еще один сорт гортензии карликовой, это сорт Бобо. И третий сорт, который я бы рекомендовала, это Литтл Лайм. Это карлик от растения, которое широко известно, более высокорослое, Лайм Лайт. Еще об одной гортензии обязательно должна я вам сказать. Эта гортензия садовая, крупнолистная. Она стоит особняком в ряду всех гортензий. Невероятно красивая, очаровательная, шикарное цветение, прекрасные цветы. Я обязательно вставлю в это видео фотографии цветения этой потрясающей гортензии. И вы действительно будете впечатлены тем, как выглядит эта царица из семейства гортензиевых. Итак, гортензия крупнолистная, садовая. Она, конечно, потребует от вас в два раза больше внимания, чем гортензия метельчатая или древовидная. Ее рекомендуется высаживать тем садоводам, которые уже приобрели некоторый опыт в уходе и выращивании за гортензиями. Какие нюансы есть при ее выращивании? Дело в том, что цветет эта гортензия и закладывает свои цветочные почки на побегах прошлого года, в отличие от гортензии метельчатой и древовидной, которые цветут на побегах нынешнего года. Так вот, вся сложность заключается именно в том, что нам необходимо сохранить эти самые верхние почки у гортензии садовой крупнолистной. Поэтому сейчас я более подробно остановлюсь о том, как это сделать. Ранней осенью, как только вы видите, что синоптики прогнозируют ранние заморозки, вам необходимо будет укрыть ее для того, чтобы защитить ее от самых минимальных заморозков. Ноль минус один для нее будут уже губительны. Верхние почки могут подмерзнуть. В следующем году тогда вам цветение уже не получится увидеть. Поэтому начинаем мы ее укрывать достаточно рано, в сентябре месяце, если велика вероятность первых заморозков. Я это делаю именно в сентябре, потому что по-разному складывается погода осенью. Достаточно рано укрываем. Достаточно плотно и хорошо укрываем ее зимой. Я сейчас в конце видео покажу, какое укрытие у меня сейчас этой гортензии, чтобы вы поняли, что она действительно требует тщательного ухода. Итак, мы не открываем ее очень рано. Должна установиться устойчивая теплая погода. И даже в этом случае не нужно торопить, но все равно укрывать, если высока вероятность возвратных заморозков. У меня в один из годов была такая ситуация, что установилась теплая хорошая погода. И я открыла свою гортензию, чтобы она уже начала нежиться и расти под ярким майским солнышком. И, друзья, увы, приехав через несколько дней на дачу, мы увидели, что гортензия подмерзла. Оказалось, что в один из этих дней температура ночная упала до минус 2 градусов. И, естественно, те почки, которые я с таким трудом сохранила зимой, погибли. Куст, конечно, не погибнет. Но цветение в этом году, если вы потеряли эти верхние почки, вы не дождетесь. Куст будет красивым, зеленым, не потеряет свои привлекательности, не испортит внешний вид вашего цветника или той ландшафтной композиции, в которой будет расти. Но, к сожалению, цветения не будет. Поэтому столь важно достаточно рано начать укрывать ее и не спешить с ее открытием. Теперь о месте посадки и об агротехнике. Вы знаете, у меня эта гортензия, по моему незнанию и недостатку опыта, посажена была в не совсем правильное место. Правильно ее посадить в таком месте, чтобы при прохождении в самые жаркие полуденные часы солнца по небу, гортензия была притянена более высокими растениями. Так как именно жара и дневной зной больше всего воздействуют на эту гортензию. Особенно если стоит достаточно жаркая погода и идет быстрое испарение влаги из-под куста гортензии. Итак, друзья, я вам покажу, чтобы вы понимали, как это будет выглядеть. Вот смотрите, вот гортензия садовая, я это высокорослое растение, рука это солнышко. Вот смотрите, солнышко в полуденные часы идет по небу, как раз в самом оно зените. И между гортензией и солнышком нахожусь я, высокорослое растение, которое отбрасывает свою тень на гортензию. Вот это самые идеальные условия для ее хорошего роста и для того, чтобы даже в самые жаркие дни гортензия ваша не страдала, не опускала листики. Потому что я в том месте, где она у меня посажена, бывает такое, наблюдаю. Особенно если нас несколько дней нет на даче, мы приезжаем, очень жарко, листики опущены. Правда, сразу при поливе все восстанавливается, куст опять восстанавливает свою привлекательность. Но все же лучше было бы, если бы он был посажен в правильном месте. Я вам покажу в следующих видео, я уже отделила от материнского растения две дочки и посадила их в правильные места. Там, где они прекрасно себя чувствуют, комфортно себя чувствуют, там, где они притянены именно так, как я сказала, в полуденные часы. Кроме этого, друзья, именно эта гортензия требует тщательного мульчирования. Слой мульчи должен быть 15-20 сантиметров. Я мульчирование провожу под своими гортензиями два раза в сезон. Первый раз ранней весной, когда кусты пускаются в рост, когда начинается вегетация. Обязательно мульчирую нижние части стволов гортензии, так как они категорически не любят перегрева, категорически не любят, чтобы они не были прикрыты мульчой. Мульчу я беру в сосновом лесу. Вот видите, вверху видно, там вот сосенки растут. Это, конечно, замечательное подспорье. Если нам нужны иголочки, подсыпать под гортензии или под другие растения, вот мы идем в свой лесочек и набираем, эмульчируем свои растения. Все гортензии и метельчатые, и древовидные, любят, чтобы нижняя часть их куста была прикрыта мульчей. Лучше, конечно, когда это хвойный опад. Это просто замечательно. Тогда им будет не страшна ни жара, ни зной, ни даже пропущенный вами полив. Итак, друзья, вернемся к нашей садовой гортензии. Если вы ей обеспечили хороший обильный полив, регулярный, если вы ее правильно замульчировали, если вы ее хорошо укрыли на зиму, если вы ее не сильно рано открыли весной, тогда она отблагодарит вас восхитительным цветением. Вы будете любоваться переходом цвета в начале сезона от зеленовато-лаймово-розового до прекрасного насыщенного розово-малинового цвета. Она не оставит никого равнодушным. Друзья мои, я в своем саду выращиваю ее с огромным удовольствием. Очень нравится мне эта гортензия. Если вы сможете обеспечить ей достойный уход, покупайте, радуйте себя и всех гостей своего загородного дома. Вот, друзья, хочу вам теперь показать все кусты, которые растут в этом месте у меня. Это гортензия аннабель. Я говорила, это самая неприхотливая. Вот сейчас середина января. К сожалению, снега нет в этом году. Вот так она у меня зимует. Ничем я ее не закрываю. Летом она замульчирована сосновой корой. Прекрасно растет. Весной будет обрезка. Покажу, как я буду делать ее уже в весеннем видео. Рядышком с ней растет метельчатая гортензия. Гортензия ванилла фрайс. Тоже смотрите, друзья. Ничего не закрыто. Только замульчирована корой. Вот так она зимует. Никаких дополнительных укрытий не требует. Замечательно растет. Рекомендую, замечательное растение. Очень красивое. А вот теперь мы плавно перемещаемся к вот этому невероятному, огромному, тщательному укрытию гортензии садовой крупнолистной. Вот посмотрите, друзья. Вот это вот сооружение. Это именно укрытие гортензии садовой. Я вот сейчас постараюсь приоткрыть, если получится. И вы увидите, сколько слоев. Вот смотрите, здесь слой мульчи. И засыпала я еще ее и хвойным опадом полностью. Укрыла агроволокном несколько слоев. Сверху вот такой мешок. Это чтобы влага не попадала. Клеенка. Конечно, было бы шикарно, если бы сейчас еще был здесь снег. Чтобы он еще дополнительное ей укрытие сделал. Вот, друзья, вот такое укрытие этой садовой гортензии. Рядышком, повторюсь, гортензии метельчатые. И гортензия древовидная Аннабель. Это у меня кустик Magical Candle. Метельчатая гортензия. Тоже смотрите, друзья. Замульчирована внизу сосновой корой. Без всякого укрытия. Зимует. Прекрасно цветет. Ставлю вам фотографии летние. Очаровательная гортензия. Рекомендую. Неприхотливая. Еще покажу у меня рядышком. Гортензия Диамантина. Точно такая же. Метельчатая. Внизу замульчирована сосновой корой. Весной будет обрезка лишних веточек. На зиму я этого не делаю. Весной обрежу, покажу, как очаровательная, неприхотливая, достойная, чтобы цвести и радовать. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что видео вам понравилось и будет полезным.